Дом под номером 65 на улице Льва Толстого – предмет многолетних разбирательств. Судебный процесс по нему длился пять лет. Возведенное здание в частной собственности, но построено в мемориальном квартале с нарушением норм и законов. Музей-заповедник Родина Ленина в лице директора Ирины Котовой, на территории которого ввелась так называемая реконструкция, был вынужден вновь обратиться в прокуратуру. Есть у меня опасение, что ситуация продлится еще долго, несмотря на то, что все судебные инстанции, пройденные и исковые требования ИСЦА, которым выступало Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области, а Музей-заповедник Родина Ленина и прокуратура были третьими сторонами в этом процессе, все исковые требования удовлетворены. И дальше уже нет ни одной инстанции, которая могла бы это отменить. Тем не менее, в настоящее время решение суда не исполняется. Решение суда звучит так. Приведение реконструированного жилого дома к параметрам, указанным в разрешении на строительство. Исковое требование Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области удовлетворены в полном объеме. ИК-юнит 2023 года, согласно решению всех судебных инстанций, дом должен быть окончательно приведен в соответствии к первоначальному проекту. Они должны снести второй этаж у первого дома, потому что это был объем дом в три окна. Одноэтажный, маленький домик, симбирский, прекрасный, памятником он не являлся. Но тем не менее, это исторический был дом. Они его расширили, сделали больше, выше и в совершенно других формах построили. Другими словами, музей-заповедник, Министерство строительства и прокуратуры требуют вернуть историческую справедливость достопримечательности. Конечно, вернуть историческое здание, которое выходило на красную линию улицы, невозможно. Дом был беспощадно снесен и на его месте возведен новый в совершенно других параметрах. Тем не менее, возможно по суду перестроить его в прежних объемах. Согласно исторической справке, еще в начале 2000-х на этом участке стоял деревянный одноэтажный дом, построенный до 1871 года. К дому примыкала каменная лавка, сегодня это дом номер 63. В настоящее время здесь размещается отдел фондов и выставочный зал заповедника. По соседству с одной стороны стоит двухэтажный дом, когда-то принадлежавший дворянам Языковым. В нем сейчас находится музей-метеостанция Симбирской музея археологии. А с другой стороны двухэтажный дом, владельцем которого когда-то был князь Ухтомский. Согласно исторической застройке, дом Мещанки просто не мог быть выше домов дворян. К разговору мы предложили подключиться прокурора, который вел это дело все пять лет, чтобы помочь разобраться в некоторых моментах. И, как оказалось, этот объект строительства имеет еще более давнюю историю. В 2005 году гражданка Е, не буду называть фамилию, получила разрешение на строительство указанного жилого дома и на реконструкцию переднего жилого дома. В 2005 году на момент получения разрешения на строительство не было охранного законодательства, которое запрещало строительство указанных объектов на данном земельном участке, на данной территории. По словам прокурора, только в 2009 году было принято постановление правительства, которое как раз устанавливало охранные зоны, в том числе охранные зоны объектов культурного наследия федерального значения. На них все строительство и реконструкции должны быть связаны только с сохранением объектов культурного наследия. По словам прокурора, активное строительство указанного здания началось в 2017 году. В связи с этим, агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области обратилось в суд с иском о сносе самовольной постройки и расторжении договора. В указанное дело подключилась прокуратура Ульяновской области для обеспечения законности. Первоначально суд отказал в удовлетворении требований. Впоследствии по касационной жалобе, поданной прокуратурой, это решение было отменено. Дело было направлено на новое судебное рассмотрение. Прокурор указал и еще на один важный момент, который появился в связи с изменением законодательства. Изначально, когда данный иск подавался в суд в 2017 году, то норма 222 статья Гражданского кодекса Российской Федерации указывала на то, что самовольная постройка должна быть обязательно снесена. Не было других вариантов. Но в 2018 году были внесены изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, что позволяло собственникам самовольных построек не просто снести объект под корень, а, так скажем, привести его в соответствии. Из-за новых норм требований уже Министерства строительства и архитектуры правоприемника агентства были уточнены и просили обязать привести данные объекты в соответствии. Министерству частично суд отказал и частично удовлетворил требования. Удовлетворил требования по вновь возводимому объекту, а по старому объекту оставил в прежнем виде. Тогда прокуратура подала кассационную жалобу уже по данному поводу. Суд кассационной инстанции ее поддержал. По вновь возводимому объекту, то есть он приведен в соответствии. Решение исполнено, значит, сохранены вот эти параметры, которые были указаны в разрешении на строительство. Второй объект приводится в настоящий момент в соответствии. В настоящий момент Министерством уже имущественных отношений и архитектуры Ульянской области данная, то есть ситуация контролируется. Это подан исполнительный лист для приведения объекта в соответствии. Однако директор музея-заповедника Родина Ленина Ирина Геннадьевна Котова опасается, что судебные тяжбы могут быть продолжены, пока на территории объекта никаких строительных работ не ведется. Хотя реконструкция дома, который выходит фасадом на улицу Льва Толстого, должна быть завершена до июня 2023 года. Но они готовы и дальше отстаивать свою позицию.